Привет всем! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать снова на своей итальянской кухне. Если вы думаете, что сейчас мы забацаем что-то очень вкусное, итальянское, или сладость какую-нибудь, то вы ошибаетесь. Но я думаю, что вы так не думаете, потому что название к этому видео вы уже прочитали. Я лучшего, конечно, места для съемки не нашла, только как вот на балконе, и там у меня кот пытается открыть дверь и выйти сюда ко мне, и рука моя с телефоном отражается. В общем, ладно, не важно. Сегодня я вам подготовила три моих любимых рецепта, освежающих, летних, в какой-то мере даже полезных, напитка. Полезные это те, что два, безалкогольные. Алкогольный вы уже сами решаете, полезен он вам или нет. Первый напиток это будет сангрие. Допросят меня испанцы, уж не знаю, правильно готовлю или нет. Просто такой рецепт мне нравится, нашла в интернете когда-то, ну, естественно, изменила под себя, добавила что-то свое, как обычно. Второй это будет вообще простейший, освежающий кофе. Тоже там смотрите, может быть, вам лучше кофе без кофеина использовать. Не знаю, мне вот днем можно из кофеина употреблять. И третий напиток это будет безалкогольный, полезный мохито. Мохито, который ускоряет обмен веществ, наполняет организм разными полезными веществами, тонизирует. В общем, супер вообще рецепт, супер напиток. Может быть, он существовал и до меня, я не знаю, но я сама его придумала. И рецепт такой похожий не находила, даже не искала. Поэтому с удовольствием делюсь с вами этими рецептами. Видео получилось коротенькое, но очень емкое и понятное. Так, приступим. Итак, для первого напитка сангрии я буду использовать, конечно же, красное сухое вино. Вино можно использовать не очень дорогое. У меня сегодня дольчетто, всего 12,5 градусов. Далее это газированная вода, можете взять и простую воду. Мята, можете использовать, а можете не использовать. Корица по вкусу, 1 лимон, 1 апельсин, 2 персика, у меня сегодня персики-абрикосы, и яблоко. Все фрукты режем так, как вам нравится. Рвем листики мяты, посыпаем немного все корицей. И теперь добавляем к фруктам вино, примерно 650-700 мл. Все хорошо перемешиваем. Можно апельсины подавить деревянной лопаткой. Добавляем сахар по вкусу, у меня получилось где-то 2 полные столовые ложки. Отправляем эту смесь в холодильник на 2-3 часа, чтобы фрукты передали свои вкусы и ароматы вину. Затем берем глубокий кувшин, насыпаем туда несколько кубиков льда. А к фруктовой винной смеси добавляем воду, газированную или обычную. У меня получилось примерно 400 мл. Все зависит от того, какую сангрию по крепости вы хотите получить. Ну и еще раз все хорошо перемешав и попробовав на вкус. Кстати, если вам не хватает на этом этапе сахара, то можно добавить. И отправляем сангрию в кувшинь со льдом. Употреблять ее, естественно, нужно сразу, чтобы лед слишком не растаял. Ну вот, моя испанская сангрия готова. Следующий напиток будет холодный летний кофе. Мне потребуется лед в кубиках, молоко кокосовое или миндальное. Сегодня я буду использовать кокосовое молоко. И капсула для приготовления эспрессо. Вы можете готовить эспрессо привычным для вас способом. Я кофе варить не умею и не берусь. За меня это делает кофемашина. Вы можете добавить сахар, если вам хочется по вкусу. Я сегодня его добавлять не буду. Готовый эспрессо приливаю в стаканчик. К нему добавляю несколько кубиков льда. Ну и кокосовое молоко. Все хорошо перемешиваю. И освежающий холодный летний кофе готов. Последний напиток. Вам потребуется пол лайма. Немного натертого на мелкой терке корня имбиря. Мята. Несколько листиков. Мед по вкусу. Вода. Можно взять газированную. У меня обычная. И некоторые инструменты. Такие как сито, ложка. И специальная толкушка для приготовления мохито. Полвинку лайма я уже порезала кубиками. Переложила в стакан. Добавила имбирь. Несколько листиков мяты. И все очень хорошо перетолку. Затем добавляю воду. Нужно обязательно этот напиток процедить через мелкое сито. Чтобы удалить из него все частицы имбиря, лайма и мяты. Затем я добавляю мед. И хорошо перемешиваю. Конечно же, несколько кубиков льда. Украшаю все листиком мяты. Ну и трубочки можете использовать, если вам хочется. Все. Мой летний освежающий безалкогольный имбирьный мохито готов. Ну вот, сами убедились, какие у меня простейшие рецептики. Если у вас есть какие-то дополнения, то пишите их в комментариях. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. И до скорых встреч на моем канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok